Вы мой освободитель? А что тут удивительного? Разве мы не союзники? Если бы вы не отказались стать во главе Лиги, а заняли бы это место, объединившись с моими врагами, я бы погиб. Поэтому, как только я узнал, что король покарал вас за неповиновение, я поклялся вытащить вас из Лувра. Но кто узнал, что вы в Париже? Кто сообщил вам о моём несчастье? Ну, конечно, наша прелестная Габриэль. Государь, пора. Агриппа, чёрт тебя побери! Во что ты превратил лошадей? Ты почти загнал их. За лесом нас ждут свежие лошади, и мы сможем сделать дюжину Лье без остановок. А это всё, что нам нужно. Ну, куда вы меня везёте, Генрих? Куда вам угодно, только быстрее. Я жду ваших указаний. Тогда ванжар. Ванжар? Ну, конечно, ванжар. Там вы будете у себя дома. А вы, кузен, пока с вами. Возле анжара я вас покину, поскочу в Наварру, где меня ждёт моя милая Марго. Ну, всё такое же простак. Даже совестно его обманывать право. Поезжайте, кузен. Поезжайте, ванжар. Ну что ж, господин Дегис, вы считаете, что ваша взяла, а я посылаю вам очень опасного компаньона. Берегитесь. Едем, господа. Действительно, пора. Ванжар. Субтитры сделал DimaTorzok. Матушка. Матушка, меня оскорбляют. Матушка, мне бросают вызов. От вас бегут, только и всего. Как? Бегство вашего сына не кажется вам преступным? И достойным самого сурового наказания? Мой дорогой сын. Свобода стоит не меньше короны. А тот, на кого вы жалуетесь, тоже мой сын. Оставьте материнские чувства. Мы знаем, чего они стоят. Если моя собственная мать не имеет ко мне состраданий, я дойду советников, которые помогут мне разобраться в ситуации и отомстить за себя. Прощайте. Идите, возлюбленный сын. И да поможет Бог вашим советникам. Прощайте, Матушка. Прощайте, Генрих. Одно только слово. Я не собираюсь советовать вам. Я знаю, что вы во мне не нуждаетесь. Только подумайте хорошенько, прежде чем приводить в исполнение советы ваших друзей. Конечно. Но ведь положение серьёзное, не правда ли, государыня? Тяжёлое, крайне тяжёлое, Генрих. Кто? Кто его похитил? Что вы думаете об этом, матушка? Я думаю, это анжуйцы. Анжуйцы? Безумец. Ребёнок. Что вы хотите этим сказать, государыня? Объяснитесь. К чему объяснять? Я всего лишь старая бестолковая женщина. Что такое мудрость стариков? Подозрительности только. Матушка. Ну, полно, полно, сын мой. Невозможно, чтобы старая Екатерина дала сколько-нибудь подходящий совет. Если вы лишите меня поддержки, я прикажу вздёрнуть на виселицы всех анжуйцев, которые сыщутся в Париже. Вздёрнуть на виселицы всех анжуйцев? Да, повешу, сожгу. Мои друзья уже вышли на улицы города, чтобы переломать кости всем этим мятежникам. Упаси вас Бог сделать это! Они погубят себя, несчастные, но вместе с собой они погубят и вас. Но почему? Почему? Неужели вы думаете, что удастся поймать и повесить таких людей, как Бюсси? Антрагели, Ворори, Беррак, не пролив при этом потоки крови? Пустяк. Лишь вы их убили. Если их убьют, но их не убьют. Это заставит их только поднять знамя мятежа. Они никогда бы не обнажили шпаги ради такого господина, как Франсуа. Но из-за вашей неосторожности они вынут шпаги из ножен. И ваше королевство поднимется против вас. Но если я не отомщу, все подумают, что я испугался. А раз это сделали анжуйцы, они заслуживают кары. Это сделали не они. Если не друзья моего брата, тогда кто же? Ваши враги. Вернее, ваш враг. Какой враг? У вас есть только один враг, и вы прекрасно знаете это. И у вас, и у вашего брата Карла, и у меня всегда был и есть. Один и тот же, один и тот же, беспрестанно. Вы хотите сказать Генрих Наваррский? Да. Генрих Наваррский. Но его нет в Париже. Откуда вы знаете, кто есть в Париже и кого в нем нет? Вы вообще ничего не знаете. Вы слепы и глухи. Генрих Наваррский. Генрих Наваррский. Запомните. При любом бедствии, при любом несчастье, которое вас постигнет, не ищите виновного. Не любопытствуйте, не сомневайтесь. Скажите только, это Генрих Наваррский, и вы попадете... Генрих Наваррский.